всем привет сегодня мы готовим хинкали сегодня непростой день сегодня день рождения нашей мамы так как праздновать нам уже как-то с детьми интереснее естественно мы решили сделать праздничное блюдо такое торт у нас уже стоит цветы здесь все на месте это моя доженька алисе это ее подружка и одноклассница алиса и одноклассники и дружок саша что нам нужно для приготовления хинкали давайте перечислять я так поняла масло холодная вода мясо мясо говягина у нас 1 и 8 килограмм 1 килограмм 800 грамм ну чтобы было понятно тем кто нас смотрит холодная вода это что кетчуп это томатная паста зеленушка это чеснок а это сыр сами блины для хинкали чтобы нам не возиться здесь и не превратить нашу кухню в такой это в мукомольный завод мы решили готовое тесто для хинкали купить на специализированное тесто чтобы сейчас тут не не развести полный бардак у нас из зелени что это укроп петрушка правильно вот тут крайне такой по запаху сможете определить так так сейчас определим это кинза все давайте вставайте тогда сюда в сторонку вот так вот вам удобно будет листовую чудо начнем прокручивать мясо через мясорубку саш ты мне помогаешь мясо делать боишься вот этот ножичек только не спешите сам когда вот эту кинзу будете она ее нам надо много поэтому можете смело значит нарезать ее вот так вот близко 8 называть нарезать укроп что очень важно важно чтобы не слишком мелкий был была вот эта ситечка через которое мы будем пропускать мясо потому что вообще в горных районах рубят топором мясо представляешь а мы упрощаем процесс мы в городе живем у нас есть мясорубка поэтому мы быстро сделаем мясорубкой давай кидаю сюда вы тоже поучаствуете до участию мнению чудо отверстие сейчас я лук почищу мы лук забыли конечно выкидывать что сейчас я еще пошумлю чуть-чуть все выключаем все видите вот мы перемололи лук мясорубки ребята теперь там точно у нас уже все готово вот смотрите давайте сделаем вот это все в такой кастрюле что мы сюда выкладываем лук которые три луковицы которые мы сделали перемолоть и потом тот фаршик который получился у нас с кинзой петрушкой и стебля стеблями укропа мы тоже сюда выкладываем вот видите как здорово нам нужно отправить сюда совсем чуть-чуть перец но его может чуть-чуть можно чуть-чуть иначе даже не хинкали получится какие-то непонятные вот на такую штучку совсем чуть-чуть это по вкусу кто любит больше перца тот побольше кладет и я вот сюда вот чесночку еще сейчас нарублю так чтобы не через мясорубку чтобы тоже ароматы ароматы раскрылись еще больше когда мы съедаем знаете чтобы хинкали не ела ни разу такие пельмешки красивые большие вкусно и там еще будет мясо а потом еще должна водичка вот правильно водичка для того чтобы она там появилась нужно ее что сделать туда залить да правильно сейчас мы будем заливать значит вот на кило 800 у нас уже получается уже и зеленушка здесь есть и лук то есть получается где-то примерно 2 килограмма вот нужно где-то грамм на 2 килограмма нужно как минимум залить сейчас уже смело грамм 500 600 грамм смело воды залить вот мы сейчас заливаем туда холодную воду начинаем перемешивать давайте дружно только вот-вот чучкаемся все а я пока порежу порежу чеснок хорошо перемешиваем поднимаем снизу лук обязательно то есть лук тоже должен быть перемешан перчик тоже должен быть перемешан а я пока закладываю для приготовления нашего соуса для хинкали он с укропом делается нарезаю кинзу это будет вкусно я вам обещаю вот я где-то 50 на 50 часть кинзы я положил туда до перемолол ну чтобы она мелкая была а часть кинзы я вот делаю вот сюда вот смотрите раз еще следующая серия для перемешать и дружно в ту сторону потому что мы брызгаем на нас самих вот смотрите еще что делаем ребята большая довольно большая чайная ложка соли ну сюда видим уже не солили то есть вот на 2 килограмма фарша чайную ложку надо закладывать и перемешивать я же специально по очереди продукты закладываю чтобы лучше их перемешиваем я частично частично выкладывать это зубчика 4 чеснока я выкладываю 5 и половину небольших смотри что это чеснок смотрите здесь у нас уже в ковшике есть укроп нарезанный и я еще вот смотрите сюда раз этот чеснок оставшийся вот так вот выкладываем видите чтобы нам освободить тем временем я закладываю томатную пасту в ковшик где-то у нас 4 столовые ложки получаются 4 столовые ложки томатной пасты и примерно столько же 1 2 3 4 столовые ложки подсолнечного масла сюда видите раз атака и перемешиваем так кто хочет кучка со стомат соусом саша девочки занимаются фаршем все теперь стираем еще чуть дробленого перца добавляем еще вот сюда потому что он вообще без хребет не получится буквально там по вкусу на соли тоже сюда в том что вот там от на пасту конечно это были такие пельмешки россию добавляем воду только там будет сверху красиво саша говорю надо не спеша ну хотя она скользкая страшно не произошло подумаешь подожди самое главное не испачкайся зачем редактировать ляпу заканчиваем перемешиваем всякие разные рубить все начинаем сейчас лепить уже скоро будем у нас еще здесь есть петруха вот смотри видишь ресторан 3 картошки приходите будет в 3 картошки давайте покажем нашим зрителям которые смотрят сейчас она отдохнет выдохнет после всего что с ним происходило за последнее время вот оно такое достаточно жидкая смотрите она такое достаточно жидкая да да ну а сейчас поймешь мы же мы же видишь акцентирование внимание на то что на то что соус должен быть сок сок и финка не должен бульончик такой выкин для того чтобы он оттуда вышел нужно ну представьте если там нету воды и мы туда не положили мы такие кусаем тесто оттуда такая котлета вылезает плотно такая прожаренная зачем вот правильно так я даю вам ложки каждой каждому хинкани мы будем лепить специально вот через такие через такие блюдечки вот так давайте расправляем ее чуть-чуть видите она не совсем ровная на упаковке было расправили и ручками погрели слушайте давайте погреем ручками сначала на плоском и посередине выкладываем посередине нашей мисочки посмотрите и руками теперь будем раз это не совсем это ложка это не столовая давайте мы с вами все-таки уберем столовую и положим чайные ложки такие но такие достаточно большие чайные смотрите не берем вот так вот смотри вот так раз и слипаем раз и пальцами раз слипли сжали раз сжали и крутим тарелочку крутим раз тарелочка должна крутиться 2 вытягиваем я 345 и одновременно окружится видишь 67 туда но полет восемь девять вот смотрите раз все освоили ребята молодцы отлично саша оценка отлично склеиваем плотно видишь все видишь как бы как печатью раз и закрепили так хватит тесто лопать а куда ты деваешь вот эти огрызочки съедаю это саша ну тебя просто бандически трэш полка давай лучше вместе делать что это такое даже исправить с ними нет давай это аккуратно девочки контролируйте сашу иначе все сейчас уйдет куда непонятно бомба можно исправить твои вот эти вот изобретение са давай подожди пока без меня не делаешь вкусно это выглядит вкусно почему-то это таршово вкусно пришел вкусно с тарышом конечно же всегда все надо попробовать да давайте с сыром по делам так вы считаете надо зеленый лук туда нет надо нет нет не надо надо саша надо но если не надо мне надо если не надо то можно просто мне сам делаю эту штуку дать я люблю есть доди сделаем одну с луком давайте поделим на две части мы сейчас одну сделаем с луком и вы туда еще бахнет перцы чтобы когда достал и перепутали пусть кто-то побежит за водой мало ли кто-то сейчас подрастете потом захотите ваш друг понравится вот можно так делать то есть берем чуть-чуть буквально воды ой не воды а или сливок или молочка да вот смотрите 1 также 2 и скрепляем здесь помогите саша пожалуйста надо делать крупнее берешь вот это и вот так и вот так ты вот сделал бы из этой 1 5 6 не больше вот прям большие берем он я больше я чем тесто должно быть комнаты температуры они из холодильника она из холодильника заболевает и не работает просто вообще сейчас заморозим и чуть-чуть подморозим буквально надо немножко подморозить так у нас у нас значит небольшая пауза буквально 10 минут до свидания на лагерной 13 ну вот мы достали наши хинкали из холодильника они там пролежали где-то минут 15-20 пока у них вот эти вот нижние но вот это вот хинкали она немножко подморозилась потому что бульон был у нас рука то не особо набита делать хинкали первый раз все делают поэтому вот есть те которые получились прямо хорошие плотненькие хорошие а есть у которых из-за того чтобы много было бульона до немножко по промокло и мы его переворачивали подсыхали никаких претензий вот к сырным нет потому что но они такие все четкие плотные получились хорошие никто не что не у нас не развалилась сейчас у нас закончила кипеть вода в чайниках и кипит как раз для хинкали мы будем мясные варить в одном да в одной кастрюле а сырное в другой чтобы не перепутать все пошли закладывать пойдем подсаливаем кипящую воду так по чайной ложечке большую кастрюлю по вкусу чем больше воды в кастрюле тем дольше она не остынет то есть мы будем понимаете там кипит понимаете да кипит вода в кастрюле а мы туда кидаем холодные вещи соответственно вода ну чуть-чуть холоднее не она не холодно не становится она просто похолоднее и перестает кипеть для этого нужно что побольше воды и посильнее глаз так вот разгоняем воду по часовой стрелке видите я показываю вам как это делается разгоняем разогнали воду и давайте давайте вот так вот ложку смотрите вот так закладывать так не привыкли это всех вверх саша вот молодец все давай кидаем раз ну что варим где-то минут 10 киры 15 минут до готовности не сначала должны набухнуть но мы когда они набухают мы их не трогаем да они потом должны чуть-чуть вздутся вот в этих еще должен сыр расплавить молодец правильно вот нас приехали сырные хинкали посмотрите они такие шмяки получились смешные сейчас они чуть-чуть подостынут и примут какую-то такую немножко слегка обветренную форму потому что только что их достал из из этого из кастрюли еще нельзя пробовать потому что сыр так плавится сильно что можно вообще все ошпарить наша легендарная кастрюля она у меня уже лет наверное 15 мы и как раз заслужили вот все аккуратно очень горячо наши хинкали готовы давайте доставать вот какая красота посмотрите как вкусно пахнет мы еще не нюхали ой как вкусно с пельмешками пельмешками похоже да как и родственники а вот он как раз тот который развалился он как раз и последний я напомню что сегодняшний выпуск был посвящен дню рождения нашей мамы дались вот мы сейчас ее пригласим и поздравим мамочка давай заходи к нам пожалуйста здравствуйте это не делать вид поздравляем с днем рождения желаем тебе счастья и здоровья всего самого самого наилучшего всего что можно пожелать особенно дети все что могут что пожелаем всего лучшего жизни и здоровья и счастья и все очень сразу все застеснялись спасибо как только мама ушла застеснялись вы бы видели что сейчас творилось там наверху у нас это уже узнали что по второму уроку они к первому мамочка ура у нас там торт еще стоит за день рождения вам сюда вот святых стать от всего нашего трудового коллектива можно я бы не буду поднимать да не надо тяжело ура горько а и и Очень вкусно. Вкусно.